С этого, говорят, и начинается престиж медицинской профессии. Врачи и медсестры получают сертификаты на жилье. Молодые специалисты и те, кто посвятил свою жизнь спасению чужих жизней. Многие в очередях стояли десятилетиями. Я приехал из другого города и здесь не имел жилья. И в принципе у него другой возможности получить какое-то жилье. Просто-напросто не было. Медицина выздоравливает. Чтобы услышать это, понадобилось 4 года и миллиардные вложения. Очереди, давки в коридорах, отсутствие элементарного оборудования. Прежние власти здоровья горожан не слишком беспокоило. В больницу присоединили, а талонов не хватает. Врачи на приеме, народу очень много. Чтобы попасть к ним на прием, в очереди стоять не нужно. Два года назад в Челябинске появились первые офисы врачей общей практики. Для отдаленных районов они стали настоящим спасением. Першина, Шершни, Сосновка, Тополина, Аллея. Раньше поликлиники выселяли, чтобы разместить там чиновников. Теперь строят новые и ремонтируют старые. Первая горбольница наконец-то дожила до капитального ремонта. Но стены – это мелочь по сравнению с суперсовременным оборудованием. Мы Екатеринбург уже давно опередили. Екатеринбург от нас отстает по этим технологиям. Сложнейшие нейрохирургические операции, новый пульмонологический центр, самый современный томограф, оборудование для детской реанимации. Еще четыре года назад врачи об этом даже не мечтали. В нашей больнице делаются не только хирургические операции на сосудах сердца и мозга, а мы с помощью данной установки и специального инструментария можем без разрезов, через проколы проводить тоже операции на сосудах сердца и мозга. Было другое. Однажды сложнейшую операцию на сердце пришлось заканчивать в полной темноте. Отключилось электричество. Ни у одной из клиник не было резервных генераторов. Теперь ими оснащены все больницы. Медицина стала доступной. Раньше многие процедуры могли позволить лишь избранные. Яркий пример – экстракорпоральное оплодотворение – последний шанс для многих семей стать родителями. В Челябинске до недавнего времени его не проводили вообще. Бесплодным парам приходилось ехать в другие города и выкладывать сотни тысяч рублей. Теперь уникальное оборудование есть и в Челябинске. Все манипуляции, все виды обследований, сама процедура, расходные материалы осуществляются за счет средств городского бюджета. Еще четыре года назад город не мог обеспечить гемодиализом всех больных с почечной недостаточностью. Для них это было вопросом жизни и смерти. В 2005-м открыли новое отделение. В 2008-м купили еще шесть установок. А это уже медицина будущего. Врач обследует пациента на расстоянии. Как работает сердце, не зашкалил ли уровень сахара в крови. Казалось бы, всего-то четыре года, но между ними целая бездна. От операций вслепую до самых современных методик лечения. От полного безразличия властей до осознания чувства ответственности за здоровье и жизнь горожан. Челябинск прошел этот путь. И дороги назад уже нет.